Доброе утро, уважаемые коллеги! Итак, сегодня мы начинаем вебинар на тему «Корнеотопография – неотъемлемая часть ортокератологии». Ортокератология и моя команда занимаемся уже более 15 лет. Мы много знаем о методе, конечно, не всё, но много и всегда готовы поделиться своими знаниями. Для своей практики мы выбрали MoonLens, на наш взгляд, это линзы самые продвинутые сейчас на мировом рынке. При всей их доказанной безопасности, эффективности и очень широких возможностях, неоспоримым преимуществом для нас всех с вами является то, что они очень просты в подбое. И совсем недавно, в марте этого года, линзы MoonLens получили разрешение FDA для серийного применения на территории Соединённых Штатов. Это штатовские линзы, но они распространены по всему миру. Эти линзы производятся в специализированных, валидированных лабораториях, одной из которых и является лаборатория SkyOptics. Она находится в Москве. Мы сейчас проводим вебинар со стен этой лаборатории. И сегодня с нами руководитель этой лаборатории, инженер Алексей Васильевич. Здравствуйте, Алексей Васильевич. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро всем. И мы сегодня будем говорить, опять же, с двух сторон. Я как клиницист, а Алексей Васильевич как инженер о конструкции линз и о тех вопросах, которые вас интересуют. Поэтому, пожалуйста, в течение вебинара, если что-то непонятно, задавайте вопросы. Еще хочу сказать, что в этот раз вы очень много, процентов 20 докторов, попросило больше клинических примеров, каких-то практических навыков, не только теории. И мы наши вебинары построили таким способом. Поэтому сегодня будет диалог мой клинициста с Алексеем Васильевичем. И наш диалог с вами. Поэтому участвуйте, принимайте участие в вопросах, отвечайте, обсуждайте и поехали. Итак, до подбора ортокератологических линз зачем нам нужна корнеотопограмма? Для того, чтобы, в первую очередь, исключить противопоказания, разумеется, не на вреде, понять индивидуальные особенности строения роговицы, выбрать дизайн ортокератологических линз и выбрать параметры ортокератологических линз. Начнем с противопоказаний. Противопоказаний к подбору ортокератологических линз много. Действительно, и абсолютных, и относительных. Но большинство из них мы уже выясняем на этапе сбора анамнеза или при биомикроскопии. Сегодня мы остановимся на противопоказании на кератоконусе. Конечно, когда вы смотрите пациента в щелевку и видите кольцо флейшера, полосы фокта или симптом Мюнсена, то диагноз уже не вызывает никаких сомнений. А что делать, если вы не видите этих изменений? То есть при осмотре роговица абсолютно прозрачная, блестящая. В таких случаях мы больше ориентируемся на кератометрию. Если роговица крутая, кератометрия выше 46-47 диоптрии, мы можем заподозрить кератоконус. Оцениваем по химетрии. Если толщина роговицы менее 500 микрон, мы тоже можем заподозрить кератоконус. Естественно, речь идет об астигматизме, снижении максимально коррегированной остроты зрения и изменении цилиндра астигматизма с течением времени, рефлекс нефтяной капли и так далее. Так, уважаемые коллеги, перед вами 4 клинических примера. Это все наши пациенты. Значит, у меня к вам вопрос. Кому из этих пациентов мы поставили диагноз кератоконус? Обратите внимание, что при осмотре на щелевой лампе ни у одного из пациентов просто адоболюс не выявлено никаких патологических изменений в роговице. Давайте со стороны пациентов, со стороны докторов я озвучу немного. Ну, сейчас в основном говорят третий, третий, третий. Я посмотрю по данным. Значит, первый пациент Сергей. У него нормальная кератометрия 0,65x3. Кажется, все неплохо. Петр, 45 кератометрия 0,87 тоже неплохо. Смешанный астигматизм. Вот да, у третьего пациента больше всего. Говорят, потому что минус 4. Астигматизм высокий. Высокая кератометрия. И экстендриситет больше единицы даже. Сейчас приберем на числайд. Но, Алексей Васильевич, смотрите, на тему экстендриситета. Мы в прошлый раз говорили о том, что экстендриситет средний в популяции, средний, опять же, норма такое дело, плюс 0,5. Экстендриситет до плюс 0,7 считается нормальным. С плюс 0,7 до плюс 0,8 – это подозрение на кератоконус. Значит, выше 0,8 уже однозначно можно говорить о кератоконусе и будем его искать. Опять же, это неоднозначный параметр. Нужно смотреть в комплексе. Согласна. Да, не только. Согласна. Поэтому вот тут и пациент номер 2 тоже, честно говоря, вызывает, должен вызывать сомнения. Да, 0,8, 0,87 даже. Несмотря на то, что смешанный астигматизм небольшой совсем. Так, и у нас осталась еще пациентка Галина. Да, Галина, мы смотрим, кератометрия небольшая, 43,46. Миопия довольно серьезно, минус 7. Экстендриситет, казалось бы, 0,62. Все нормально, казалось бы. Так, хорошо. Все ответили. В основном все ответили, что кератоконус, диагноз кератоконус был поставлен Павлу, пациент номер 3. Хорошо. Так, теперь, коллеги, правильный ответ. У всех этих пациентов диагноз кератоконус. Что я хочу сказать этим слайдом? Значит, когда мы говорим о подборе ортокератологических линз или о диагнозе кератоконус без корня топограммы, мы не сможем ни подтвердить, ни исключить этот диагноз. И цифры кератометрии и рефракции на самом-то деле бывают крайне обманчивы. Поэтому, пока мы не увидим топограмму, мы не сможем ответить на этот вопрос. У Павла абсолютно очевидно, а у всех остальных пациентов просто на приеме без корня топограммы я бы тоже не поставила этот диагноз. Поэтому, пока мы их не исследуем на корня топограмме, невозможно сказать, можно безопасно подобрать или нельзя. Никому из этих пациентов нельзя подбирать ортолинзы. Ну, кому-то и не хотелось, конечно, по рефракции, но суть слайда в ином. Так. Ольга Игоревна, разрешите еще один вопрос? Да, пожалуйста. Значит, в данном случае тут ясно, что всем этим пациентам придется отказать орта. А есть ли формфруст кератоконус? Есть ли еще на передней поверхности все нормально, но есть сомнения, все ли там хорошо в задней поверхности? Так, это такой вопрос чисто технический с подвохом. В чем подвох? Смотрите, Алексей Васильевич, я оценила. В чем подвох, уважаемые коллеги? В основном мы все пользуемся отражающими топографами для подбора ортокератологических лиц. Это топографы с кольцами плацидо. Значит, при исследовании пациентов на таких топографах мы видим исключительно конфигурацию передней поверхности. Поэтому, если у вас топограф с кольцами плацидо, то вы не увидите заднего кератоконуса. Если вы уже видите какие-то изменения на передней поверхности, ни о каком заднем кератоконусе речь не идет. Но, если вы в своей практике используете шемфлю, камеры, обычно это клиники, которые занимаются эксиммерлайзерной коррекцией, берут еще ортокератологию, как, естественно, такую вишенку на торте в рефракции. Значит, да, вы можете увидеть задний кератоконус. И, конечно, мы стремимся всегда выявить все, что позволяет выявить наши приборы и что делать в этом случае. На тему кератоконуса в ситуации такая. Любой кератоконус, передний, задний кератоконус, первой степени, просто кератоконус и стигматизм, это всегда абсолютное противопоказание к подбору ортокератологических линз. Почему? Ортокератологические линзы, сейчас, на секундочку, что они делают? Это единственные линзы, которые меняют, ну, давайте называть вещи своими именами, гистологическую структуру эпителия. И уже при наличии предрасположенности к кератоконусу, подобрав ортокератологические линзы, вот это вот их влияние на эпителии может запустить или дебют самого кератоконуса, или значительно ускорить его прогрессирование. Хочу подчеркнуть, что за последнее время, за последние, наверное, лет пять, кератоконус очень помолодел. И вот самому маленькому пациенту, которому мы наблюдаем с кератоконусом, восемь лет, что трагично. А поскольку пол наших пациентов, 90% наших пациентов на подбор ортолинз, это пациенты до 18 лет, поэтому в этом плане, конечно, будьте очень внимательны. И кератоконус страшно пропустить. И ни в коем случае линзы не подбирать. Так, ответили. Передняя элевация по пентакаму является ли противопоказанием? Передняя элевация... Разрешите я? Давайте. Значит, конечно, пентакам на элевационной карте можно использовать как скрининг на кератоконус то, что мы видим. Но, опять же, вопрос, какая элевация, где именно, в каком объеме. То есть, по скринингу белином брозео, там у нас передняя элевация, это только один из критериев по кератоконусу. И это может быть указанием на кератоконус. Но есть разные варианты. Такие вариации могут быть не только в случае кератоконуса. И стоит обращать внимание на то, какая именно референсная сфера. То есть, бестфит сфера была выбрана корректно или некорректно. То есть, вот в этом случае относительно элевации, насколько она была. То есть, в скрининг белином брозео, там до 12 микрон, это еще пределы нормы. Если у вас 8 микрон элевация по передней поверхности, это, возможно, все нормально. Там вариант слезы или индивидуальных особенностей роговицы. Потому можно рассматривать на пентакомме элевационную карту, но нужно учитывать особенности диагностики кератоконуса с этим прибором. Спасибо, Алексей Васильевич. Что-то у нас еще на эту тему такая прям живая дискуссия. Значит, во-первых, я хотела бы поприветствовать Тамару Давыдовну, Абугаву. Добрый день. Лично это человек, который занимается кератоконусом и подбором линз корнями для кератоконуса еще с советских времен. Это человек, который сделал невероятный вклад в развитие этой темы на всем постсоветском пространстве. Мы все у вас учились. Низкий вам поклон за все, что вы для нас сделали. Зачитаю. При стертых формах кератоконуса, при рефракционных операциях и при ортокератологии можно подтолкнуть прогрессирование болезни, абсолютно не трогая пациентов с кератоконусом. Добавив спич Алексея, значит, если у вас закралось хоть какое-то сомнение, что у вашего пациента кератоконус, и вы думаете или не думаете подбирать ему ортолинзы, не подбирайте, отпустите, посмотрите его. Но у детей кератоконус прогрессирует стремительно, поэтому не больше, чем на 2-3 месяца повторите исследование. Если вы будете видеть динамику, этого не делайте. Ортокератология – это не единственный способ коррепции миопии, поэтому если возникли малейшие сомнения, лучше этого не делать. И еще вопрос. Не совсем понятно, как изменение эпителия влияет на эндотелий роговицы. Ведь задний же кератоконус – это дистрофия эндотелия. Разумеется, конечно, нам не только это непонятно, нам еще и непонятно, что является этиологическим фактором и фактором, который запускает течение кератоконуса. Потому что мы видим, у некоторых пациентов они всю жизнь живут в таком состоянии и не знают, а у кого-то он прогрессирует. Ничего не понятно с кератоконусом. И это основная идея. Значит, не знаете, не надо с этой роговицей что-то делать. И поэтому не трогаем ее, пользуемся другими методами. Что такое правило? Так, не знаю, загуглим. Так, хорошо, с кератоконусом разобрались, поехали дальше. И так, еще на что нужно обратить внимание? На то, что корнеотопографические карты все-таки маскируют изменения, которые есть в строме роговицы после перенесенных воспалительных процессов, каких-то язв роговицы или травматических воздействий. Обратите внимание на стройние этой роговицы. Если у больного был кросс-клинкинг, это тоже противопоказание. Однозначно, да, противопоказание. Так, о рубцах. Обратите внимание на этот снимок. Рубец. Тромальный дефект после перенесенного кератита в центральной части роговицы. Над рубцом. Эпителий, естественно, толще 100 микрон. Ну и в интактной роговице эпителий порядка 50 микрон. Что происходит? Все дефекты стромальные заполняются эпителиальной пробкой. Роговица стремится к сферизации. Таким образом, чтобы передняя поверхность роговицы была однородна. Все топографы, естественно, нам показывают отражение от передней поверхности роговицы. И поэтому мы не видим этих изменений в толще. Значит, поэтому корни отопограмма исключительно рассматриваются в контексте с биомикроскопией. В данном случае при наличии рубца в центральной 6-мм зоне подбор ортолинз будет небезопасен. Почему? Потому что, опять же, ортолинзы меняют строение эпителии. И как в центральной части распределится этот эпителий над рубцом, никто не знает. Второй вариант. Рубец находится на периферии роговицы. Значит, опять же, на корнеотопографической карте никак это не отражается. На карте роговица равномерная, рубца не видно. Значит, в этих случаях можно в индивидуальном порядке рассмотреть момент подбора ортокератологических линз. Приведу клинический пример из своей практики. Хочу сказать сразу. Я не сторонник подбора ортокератологических линз на какие бы то ни было изменения в роговице. Ортолинзы подбираются на здоровую роговицу. Это единственный случай за 15 лет в моей практике. Он, конечно, из ряда вон. Сейчас я вам о нем расскажу. Это молодой человек, пациент нашей клиники, которому были подобраны ортокератологические линзы. Он профессиональный спортсмен. Полгода он относил линзы, был счастлив, все у него было хорошо. Потом, по такой исключальности трагической, ему попала ветка в глаз. И, как вы видите, рубец посттравматический. Но как-то он очень легко принес эту травму, хотя она достаточно большая. И пришел к нам через месяц с вопросом о возобновлении ношения ортолинз. Разумеется, в ношении ортолинз ему было отказано. И мы его отпустили на полгода. Почему на полгода? Это тот момент, когда восстанавливается нервация как эпителия, так и частично в самой строме, когда уже происходит адаптация краев, ну, такой вот период. Значит, приходит он через полгода. И на самом-то деле он нас просто упросил надеть ему линзы, потому что это связано с его профессиональным занятием спортом. Значит, обратите внимание, в этом случае рубец находится далеко, ближе к линбу. Он находится в зоне посадки линзы. Это то место, в котором задняя поверхность линзы повторяет конфигурацию передней поверхности роговицы. Мы его смотрели каждую неделю, оставили ему его линзы со всеми оговорками. И посмотрите на этот рубец. В отличие от прошлого, тут как срез такой произошел, как небольшой клапан. Но эпителий над этим рубцом имеет такую же толщину, как и в интактной роговице. И это его корнеотопограмма. Мы его уже полгода наблюдаем. К счастью, с ним ничего не происходит. Это его корнеотопограмма на фоне ношения своих ортокиратологических линз. Все у него в порядке и с роговицей, и со зрением, и с посадкой. Но он у меня такой один за всю практику. Поэтому, если уж и брать рубцы, то только поверхностные и только на крайней периферии роговицы. Но лучше этого не делать. Так, с рубцами разобрались. Дальше. С противопоказаниями определились. Если хотите, мы сделаем отдельную тему на тему противопоказаний. Действительно много. Не дразните ткань. Абсолютно с вами согласна. После любой контузии глазного яблока, даже при идеальных зрительных функциях, на воспалительной ткани уходит на воспаление не менее 6 месяцев. Спасибо за комментарий. Абсолютно согласна. Значит, поэтому полгода лучше больше не трогаем. Так, с противопоказаниями и топограммой более-менее разобрались. Переходим к понятиям индивидуальных особенностей строения роговицы. Значит, почему это важно? Надо понимать, что при подборе ортолинз мы не нивелируем близорукость, не передвигаем фокус. Мы в первую очередь меняем форму передней поверхности роговицы, а точнее исключительно эпителия. И поэтому для того, чтобы изменить форму роговица, мы должны иметь представление об этой форме. Для того, чтобы все сделать правильно. Итак, о форме. Давайте буквально в двух словах о строении ортолинз. Значит, не важно какой это дизайн, в любом случае разделяют следующие зоны. Зона воздействия, она же называется зона планации. В линзе эта зона площа, чем центральная кератометрия роговицы. За ней идет возвратная зона. Она же называется зоной накопления, реверс керф и так далее. Это зона в линзе круче, чем пароцентр роговицы. Зона выравнивания, опорная зона ее еще называют. Это единственное место, которым линза прилежит к роговице. И приподнятый край линзы. Надо понимать, что во всей этой конструкции единственное место, которое заднюю поверхность линзы повторяет конфигурацию передней поверхности роговицы, это вот здесь, на периферии линзы. Только на периферии. Значит, как это выглядит в флюорициновой посадке. Да, кстати, хочу поблагодарить Марина Форменти, президента Европы, Европейской академии ортокератологии, за предоставленный слайд. Я его предоставила много лет назад. Вот, поэтому я теперь его использую в своих презентациях. Как это выглядит при флюорициновой посадке? Мы видим центральную часть, это зона воздействия, зона планации, такой вот черный диск. Дальше зеленое кольцо, яркое, это кольцо возвратной зоны. Затем зона выравнивания, вот отмеченная синим, и край линзы. Только вот в этом месте, то, что отмечено синими стрелочками, линза прилежит к роговице. Только в этом месте линза держится на поверхности роговицы, силой поверхностного натяжения. Ольга Игоревна, разрешите вопрос. Я много наблюдаю за флюорициновыми картами. Вот здесь, так, с точки зрения технаря, я вижу в зоне выравнивания, темная, потом дальше зеленая подсветка, дальше в зоне воздействия опять же темная. То есть, а в чем же разница? Почему там видно, там не видно этого флюорицина? Почему он не светится там, где 5-15 микрон? Хорошо. В чем разница этих зонов? Уважаемая коллегия, хочу спросить. Сейчас слайд, всем видно? Уже подгрузился. Хорошо, спасибо. Спасибо, вижу. Значит, вопрос. Почему где-то мы видим флюорицин, где-то не видим флюорицин? Да, Алексей Васильевич, спасибо. Хороший вопрос. Естественно, оцениваем посадку линзы по флюорициновой картине. И история такая. Флюорицин – это достаточно большая молекула. Вне зависимости от того, это низкомолекулярный флюорицин или высокомолекулярный флюорицин. И в случае, если толщина водного слоя больше 20 микрон, мы видим свечение флюорицин. Если меньше 20 микрон, мы уже не видим свечение флюорицина. Поэтому мы можем сказать, что в центральной части толщина водного слоя менее 20 микрон, возврат на зоне более, ну и так далее. Так, хорошо, пока отвечаем, зачитаю. Скажите, пожалуйста, есть ли у папы кератоконуса, у детей прогрессирующая миопия? Есть ли это противопоказание для ортолинц у детей? Хороший вопрос. Давайте мы уже будем отходить от кератоконуса и двигаться дальше. Но вопрос правильный. Хочу сказать, что по статистике только в 20% случаев кератоконус имеет генетически детерминированный характер. Значит, но если вы сомневаетесь, сейчас можно, и вы, конечно, ваши пациенты имеют желание, можно сделать генетическую экспертизу на эту тему. Наблюдайте пациентов. И мое мнение, я бы не рисковала. 20% это достаточно много. Так. Так, пожалуйста, вернемся к индивидуальным особенностям строения роговицы. Еще раз. Только в этом месте линза прикрепляется к поверхности роговицы. Поэтому нам нужно четко понимать конфигурацию роговицы. Вот обратите внимание на две эти корнеотопограммы. Значит, у этих двух пациентов одинаковая степень астигматизма. Но нам мало знать степень астигматизма. Нам мало понимать, это общий, хрустовиковый или роговичный. Мы должны абсолютно четко понимать локализацию этого астигматизма на поверхности роговицы. На этом снимке слева астигматизм называется центральный. Центральный астигматизм – это который не выходит за 6-мм центральную зону. А справа астигматизм лимболимбальный. Он уже явно выходит за 6-мм зону. Зачем нам это знание? Смотрите, что происходит. Когда мы надеваем осисимметричную ортокератологическую линзу на роговицу с центральным астигматизмом, то по периферии роговица симметрична и линза прилежит адекватно на все 360 градусов. То есть она этой зоной посадки перешагивает этот астигматизм. Что происходит при лимболимбальном астигматизме? Тут ситуация несколько иная. Линза не может сесть правильно и однородно на периферию роговицы, потому что периферия роговицы неоднородна. Значит, очень наглядно это показал Джон Манфорд. Таким образом, это выглядит на флюоресциновой картине. По горизонту мы видим прилегание, по вертикали подтекание флюоресцина. Хорошо. Как же понять, какой перепад и какой делает вторичность между плоским и крутым меридианом? Эти виды астигматизма. Я сейчас не об описании, Тамарда Выдовна, говорю. Конечно, они описаны. Мы сейчас говорим об конкурентности зоны посадки ортолинзы с периферии роговицы. И когда мы говорим о выборе именно дизайна ортокератологической линзы, мы пока только должны просто понять, какую нам линзу выбрать, усисимметричную или торическую. Значит, и с какой разницей вот это делать тор по высоте? Мы можем сделать торичность в разных зонах, по крайней мере, в мунлендзе отдельно. То есть отдельно мы можем сделать торичную зону возвратную, отдельно мы можем сделать торичную зону посадки. Все опять же зависит от локализации астигматизма. Или одновременно и возвратную, и зону посадки. Причем эта торичность может быть абсолютно разной. Так, как же понять, надо делать торичность, не надо делать торичность в линзе, как это заказывать и когда? Разберем на клиническом примере. Ну вот посмотрите, пациент с вот такой вот рефракцией, минус 4,25, цилиндр минус 0,5, там какая-то ось 150. Значит, принимает только сферу. Со сферой минус 4,25 единица. То есть цилиндр тут в его общей рефракционной картине, рефракционный цилиндр, никак не участвует. Но обратите внимание на данные кератометрии после проведения корниотопограммы. Роговичный астигматизм во всей этой истории составляет полторы диоптрии. То есть общий астигматизм 0,5, он его вообще не принимает рефракционный, и роговичный полторы диоптрии. Почему? Разумеется, ситуация следующая. Отчасти хрусталик компенсирует, не отчасти, а полностью роговичный астигматизм. При осмотре на аксиальной карте, аксиальная карта нам дает представление исключительно о преломлении, мы также видим классический галстук бабочка, симметричный на всей протяженности. То есть общего астигматизма нет, есть роговичный. Чего не хватает для осмотра? Конечно, не хватает понимания формы роговицы. Форму роговицы мы можем оценить только на тангенциальных картах. Значит, смотрим на тангенциальную карту. Значит, и видно, что у пациента явно астигматизм выходит за 6-мм центральную зону, то есть это лимболимбальный астигматизм. Теперь вопрос такой. Рефракционного астигматизма нет. Вроде бы как коррегировать особый астигматизм и не нужно ортогензами. Но при этом лимболимбальный астигматизм. Значит, еще раз. Мы корректируем исключительно форму передней поверхности. Поэтому мы должны с вами принять решение, насколько выражена разница между слабым и сильным меридианом по высоте, чтобы линза, которую мы подбираем, не качалась на поверхности роговицы, как, собственно, эта тарелка на бочке у Манфорда. И тут нам, конечно, поможет исключительно элевационная карта. С ней мы и будем работать. Итак, в оценке ситуации. Аксиальная карта, она же сагитальная, нам дает представление о преломлении. Тангенциальная карта нам поможет определиться с локализацией астигматизма. И на элевационной карте мы просчитаем разницу в выстоянии между плоским и крутым меридианом. Как это делается? Значит, любой тор на роговице считается в 4 мм от центра. 4 мм от центра – это 8-мм центральная зона. Обратите внимание, значит, вот тут написаны на любой корнеотопографии написаны циферки. 1, 2, 3, 4 и так далее. Эти цифры обозначают не миллиметры от центра, а диаметр той или иной зоны. То есть, если мы поставим курсор на цифру 3, это будет 3-мм зона полностью. На 4 и так далее. То есть, наш вариант, нам нужно посчитать вторичность в 4 мм от центра или в 8-мм оптической зоне. Это частая ошибка. Обычно доктора, который начинает работать с корнейотопограммой, их сбивают с толку эти цифры и меряют вот здесь, на цифре 4. Нет, вот тут, на цифре 8. Может быть, слегка примитивно, но я тоже все это сама лично проходила, поэтому прощаю вам задачу. Что мы делаем? Мы представляем, открываем элевационную карту, представляем курсор по слабому меридиану и просто кликаем правой кнопкой мышки. И у нас высвечивается некое значение, в данном случае минус 2 микрона. То есть, тут элевация с назалью 2 микрона. Ту же процедуру проделываем и с темпоральной стороны. Кликаем мышкой, а тут минус 8 микрон. Значит, и считаем среднюю элевацию по слабому меридиану. Ну, 8 прибавляем 2, делим на 2, получается 5. То есть, по слабому меридиану элевация минус 5. Все то же самое, но делаем с крутым меридианом. Вверху это минус 36. Внизу минус 39. И средняя элевация по крутому меридиану составила 37,5 микрон. Вы, если это пару раз делаете на своем топографе, это делается очень быстро. И вам это поможет в оценке ситуации. И теперь нам остается найти разницу в элевации между плоским и крутым меридианом. И в данном случае она составляет 32,5 микрона. Значит, это все к чему? Этой осенью в Клужу у нас прошла очередная конференция Европейская академия ортокератологии и контроля миопии. Огромная 5-дневная конференция. Значит, кто был прям хорошо, я тоже была. Кто не был, присоединяйтесь к нам в будущем. И Рэнди Каджима и Майкл Липсон читали прекрасную лекцию о торичности роговицы и о понимании торичности роговицы. Значит, и было сказано очередной раз следующее. Это, я думаю, что Рэнди не будет против, что я его поместила на свой слайд. Значит, если элевация роговицы более, разница в элевации между плоским и крутым меридианом больше, чем в 30 микрон, в 8-миллиметровой зоне, следует уже наверняка подбирать линзы торического дизайна. Это немножко сложно понять людям, которые не занимаются ортокератологией. Мы сейчас говорим не о нивелировании рефракционного цилиндра. Мы сейчас говорим о геометрии линзы и о центрации линзы на поверхности роговицы. То есть конкретно в нашем случае 32 микрона у пациентки, при том, что рефракционный цилиндр она не принимает в принципе, ей все равно нужно будет подобрать линзу терического дизайна для центрации линзы на поверхности роговицы. Алексей? Да, разрешите, я небольшой момент укажу. Тут можно слегка модифицировать метод, которым пользуется Ольга Игоревна, если речь идет о топографах Окулюс, Изиграф или Кератограф. Значит, в данном случае в этих топографах есть в дисплее One Large Color Map, есть вот такая вот область. Слева вы видите кружочек с сильным слабым меридианом. Если приблизить, то вы видите этот кружочек и на нем вот здесь в сильном меридиане уже сагитальная высота указана, простите, в сильном по вертикали, вот она, и в слабом меридиане. Алексей, но тут какие-то совсем же другие цифры. Да, цифры здесь другие. Это сагитальная высота роговицы в абсолютных единицах относительно плоскости. Но, смотрите, поскольку плоскость является симметричной поверхностью, стандартная опорная поверхность, как в этих топографах, является симметричной поверхностью, или бестфит-сфера, также симметричная поверхность, нам ведь нужно знать только разницу, потому неважно, какую именно симметричную поверхность мы используем в качестве опорной для построения элевационной карты. Когда мы отнимем, результат будет один и тот же. Я прошу прощения, я хочу сказать, что такие же цифры, там, тысячи, всегда в топографах томей. Кто использует томей, значит, там та же история. Но это не имеет никакого значения, какие цифры. Главное найти разницу между элевациями. Да. Единственный момент, который обращайте внимание, когда используете вот эти цифры уже готовые, без наведения курсора, это в каком диаметре эта сагитальная высота измеряется. Вот у нас диаметр миллиметра, 7,5 миллиметров. Это было поставлено для того, чтобы соответствовать тем измерениям, которые мы вручную производили на краю топограммы. Поскольку топограмма фактически снята в зоне 7,5 миллиметров, то и здесь поставлено тоже 7,5 миллиметров. Если здесь будет цифра значительно больше, то и цифры будут значительно больше. И у вас уже тот стандартный лимит в 30 микрон будет другим. Значит, что у нас получается? 1007 плюс 1012 по сильному меридиану в среднем 1009. По слабому меридиану 968 плюс 974 на 2, 971. Возможно, цифры чуть больше, но... Ну, простите, я работала в ручном режиме, значит, получилось примерно то же самое на самом деле. Да. Почему чуть немного больше, Ольга Егеревна? Я вот, просматривая вашу презентацию, чуть заранее посмотрел, а почему в этом варианте вышло больше? А дело в том, что вы измеряете просто по вертикали, и сильный меридиан, он немножко отклонен от вертикали. То есть самая максимальная элевация, она не строго под 90 градусов в данном случае была, а там 80 градусов, например. И по этой причине вот этот метод, он учтет даже небольшой проворот линзы в случае астигматизма с косыми осями. Потому здесь вот будет немного больше это значение. Понятно. Опять же, коллеги, два клинических примера. Пациент 1. Кератометрия 43,18 и 43,8. Роговичный цилиндр 0,63. И пациент 2. Кератометрия 40, 42,8 и цилиндр 2,8. Вопрос. Кому из этих пациентов будет проще подобрать ортокератологические линзы? Учитывая предыдущий опыт, все вопросы слегка с плохо, варианты теперь действительно разные. Значит, смотрите. Всегда правильно. С моей точки зрения непонятно. Не очевидно. Значит, Алексей Васильевич, почему ж не очевидно? Никому. Тоже правильно. Отлично. Пошел комментарий. Недостаточно данных. Абсолютно. Конечно. Пока мы не увидим корнеотопограмму, пока мы не увидим форму роговицы, мы не сможем ответить на этот вопрос. А теперь посмотрите по форме. Пациент 1, значит, у которого, казалось бы, роговичный астигматизм всего в 0,63 оптрии. Посмотрите на эту асимметричную роговицу. Вы видите, что апекс у этой роговицы находится, вот тут даже есть такая строчка в сириусе, апекс находится в 2,2 мм от центра роговицы геометрического. То есть вот это апекс, это не кератоконус, это не патологические явления, не дистрофия, это нормальная форма роговицы, но вот она такая. То есть здесь апекс. Вверху кератометрия на апексе 45 диоптрий, внизу в аналогично удаленной точке, да, равноудаленной точке, 20 целых, ой, простите, 40 целых и 5 десятых диоптрий. То есть разница, ну, практически в 5 диоптрий. Значит, что будет происходить в этом случае? Естественно, линза всегда будет подскакивать вверх. Сейчас мы об этом поговорим. У пациента 2 роговица хоть и торичная, но она абсолютно симметричная. Вверх соответствует низу. И тут мы спокойно себе подберем торическую линзу и все будет в порядке. С пациентом 1 ситуация будет следующая. Какую бы вы линзу не подбирали, чисто геометрически линза своим центром всегда будет садиться на апекс роговицы. И в этом случае линза всегда будет сидеть на 2,2 мм выше, чем центр. То есть край линзы всегда будет заходить за линзу. Что бы вы ни делали, это не плоская линза. Тут тор тоже не поможет. Это просто по геометрии. Линза садится на апекс. А апекс смещен на 2 мм вверх. И линза всегда будет смещаться на 2 мм вверх. Поэтому тут патовая ситуация. Тут надо отказать пациенту в подборе ортокератологических линз. Итак, когда мы говорим о выборе дизайна для пациентов с круглой роговицей, с овальной роговицей и с роговицами с центральным астигматизмом, мы подбираем линзы оси симметричные, ортокератологические. У пациентов с лимболимбальным астигматизмом, независимо от его степени, мы всегда подбираем линзы историческим дизайном. И у пациентов с асимметричной роговицей, с децентрированным апексом, как правило, это верх, откажитесь от подбора ортокератологических линз. Вы никогда не сможете линзю центрировать. Все это приведет рано или поздно к травматизации лимба, индуцированным астигматизмом, и вам все равно придется отказаться от этой идеи. Справедливости ради, надо отметить, что в мире уже много лет существуют дизайны квадратичных ортокератологических линз. На территории постсоветского пространства пока таких дизайнов нет. Они учитывают конфигурацию задней поверхности линзы, рассчитываются таким образом, чтобы каждый квадрант линзы совпадал с соответствующим квадрантом роговицы. Но, честно говоря, я ни разу не видела ни посадки таких линз, ни пациентов с такими линзами. Поэтому видите такую топограмму, конечно, примерите, конечно, посмотрите. Но в конечном итоге не тратьте ни свои силы и время, ни пациента, ни силы и время. Откажите в подборе ортолинз, выберите другой метод коррекции. Так, хорошо. Переходим к выбору параметра ортолинз. Неважно, каким вы дизайн ортолинз подбираете, занимаетесь, все равно для расчета любой ортокератологической линзы нам понадобится рефракция, кератометрия, эксцентриситет и диаметр роговицы. О рефракции мы сегодня говорить не будем. Перейдем сразу к кератометрии. Это интересный вопрос. Какую кератометрию взять в расчет ортокератологических линз? Посмотрите. Я провела исследование. Это один и тот же пациент, один и тот же глаз. На двух разных авторях кератометра. На топографе с малым раструбом и на топографе с большим раструбом. И у меня получилась разница между этими исследованиями примерно в 0,25 диоптрии. Как правило, эта разница доктора отмечают примерно в 0,5 диоптрии между данными авторевки-ератометра и данными топографа. Алексей, к вам вопрос. Почему такая разница? И все-таки, где брать кератометрию для расчета ортолинз? Значит, здесь мы можем вспомнить, опять же, принципы измерения. У авторевки-ератометров измерение производится тоже по отражению световых точек. И здесь конкретно видно, где именно эти световые точки. Вот в этом это, похоже, более новый авторевки-ератометр. Тут можно насчитать по кругу, там, кажется, порядка 12 точек. То есть в 12 точках, но все эти точки по кругу условно в 3-миллиметровой зоне. Второй авторевки-ератометр, тут, похоже, 4 точки, то есть классический вертикаль и горизонталь. Также примерно в 3-миллиметровой зоне, ну, либо условно там это 15 градусов. Но также локально 4 точки. В топографах же, естественно, используется для кератометрии 15-градусная вся зона. И в эту 15-градусную зону попадает несколько тысяч точек, и по ним происходит усреднение. То есть определяется 7К уже в среднем по 15 градусах. То есть, естественно, в данном случае это более репрезентативные данные, которые нам больше дадут соответствие и более точный рефракционный результат. Потому я думаю, нам более актуально использовать как раз данные корнеотопографа для расчета Ортолинс. Хорошо, тогда мы используем данные корнеотопографа для расчета. Так, у нас вопрос, какие отклонения АПИКСа допустимы. Мы чуть-чуть позже на этом остановимся. С кератометрией разобрались. Теперь вопрос с эксцентриситетом. Алексей, ну тут та же беда. Один топограф показывает эксцентриситет 0,58, а другой 0,49. Так, на секундочку, разница в эксцентриситете в 1,10. Что с этим делать? Да, конечно, разница здесь, естественно, зависит от конструкции топографа. А конкретнее от области измерения, поскольку в первой картине топограф с малым раструбом, скорее всего, эксцентриситет усредняется по зоне миллиметров 9, а то и 10. То есть эксцентриситет 0,58 будет соответствовать уплощению на периферии уже ближе к 9-10 миллиметровой зоне. В топографе с большим раструбом, как мы говорили ранее, область захвата порядка 8 миллиметров максимум будет. То есть и эксцентриситет, вот тут тоже видно, эксцентриситет усредняется по зоне в 30 градусов. 30 градусов это как раз и есть 7,5-8 миллиметров. То есть, скорее всего, разница прежде всего и вызвана тем, что разная область измерения. И эта область измерения должна быть максимально похожей на ту область, где вы планируете делать посадку линзы. Эта разница будет критичной, если подбирается зональная линза. Поскольку на основании данных об эксцентриситете и выбирается конфигурация периферии линзы. Но в случае, если работа идет с тангенциальными линзами, то вот эта конфигурация зоны посадки, вы просто берете другую линзу из набора и таким образом компенсируете отличия в эксцентриситете. И в тангенциальных, либо комбинированных, как линзы Moon Lens, в таких видах дизайнов уже отличия в эксцентриситете не критичны. То есть можно уже не смотреть так критически на эксцентриситет, а просто выбрать другую линзу из набора. То есть эксцентриситет, по сути, описывает конфигурацию зоны выравнивания или зоны посадки. Да, это то, что нам нужно от эксцентриситета в подборе ортолинз. И эксцентриситет роговицы в этой области должен... Ну, нет, не так. Эксцентриситет линзы в этой области должен повторять эксцентриситет роговицы в этой области. Но это касается только этой зоны, чтобы было понятно. Поэтому, конечно, если эта зона, это уже более 6 миллиметров, правильно я понимаю, Алексей? То есть центральная. Да, конечно. В зависимости от общего диаметра линзы, от дизайна линзы, это, считаем, вот у нас 6 миллиметров закончилась оптическая зона. Прилегание будет начинаться от 7 и заканчиваться в районе 9-10 миллиметров. Примерно так. То есть конкурентность, прежде всего, она актуальна вот в этой зоне. В районе 8-10 миллиметров. Секундочку. Так, если у нас топографы с большим раструбом, у них максимум захват 7-8 миллиметров, то есть они нам, в принципе, показывают эксцентриситет где-то, ну вот в этой области роговицы, на краю этой зоны посадки, правильно? Еще в начале самой зоны посадки, если выбирать, что брать в расчет, это для зональных линз, для тангенциальных, такого глобального значения не имеет. Если выбирать, что брать в расчет, эксцентриситет из топографов с большим раструбом или в топографах с малым раструбом, то, конечно, с малым раструбом, потому что... Да, да, для зональных линз. Да, для зональных. И они видят больше, понятно. То есть они видят ту зону, в которой линза и будет опираться на поверхность роговицы. Можно, конечно, попробовать использовать большой раструб, сделать много измерений, сделать усреднения, исключить возможные погрешности. Но все равно топограф просто не видит эту зону и он не сможет ее принять во внимание. Ясно, спасибо. Переходим к определению диаметра роговицы. Значит, как определить диаметр роговицы? Значит, много вопросов на эту тему. Определить можно разными способами. Ну, во-первых, нам автоматически дает эту информацию сам топограф. Ну, опять же, я провела измерение одному и тому же пациенту диаметра роговицы. Посмотрите, топограф нам дает автоматически 12,34 мм. Померя вручную электронной линейкой, я получила 12,4 мм. Дальше, следующий способ. Есть такие нехитрые линейки, прикладывая глазу, которых можно определить диаметр роговицы. На одной линейке получилось 11,6 мм. И на второй, которая работает как линейка для определения тонометрии по Маклакову, тоже получилось 11,7 мм. Скажем так. Ну, достаточно большая разница между 12,4 мм и 11,6 мм. Алексей, вопрос. Почему такая разница между измерениями вручную и измерениями на корнеотопографе? Прежде всего, разница заключается в том, что корнеотопографы применяют инфракрасную камеру для съемки вот этого снимка. И результат, стало быть, определение границы серого будет тоже другим немножко. Топограф видит по-другому в инфракрасном диапазоне, а вы смотрите в видимом диапазоне, в белом. Поэтому значения будут немного разными. Плюс корнеотопограф автоматически измеряет диаметр в горизонте. Чаще всего в горизонте это максимальный диаметр. А по вертикали может быть значительно меньше. И ортолинза, подобранная по горизонтальному диаметру роговицы, по вертикали может доходить слишком близко к лингу. Да, спасибо за комментарии. И я, собственно, и измеряла примерно, насколько это возможно, на 45 градусов. Обычно так и меряется электронная линейка диаметра роговицы, для того, чтобы как-то усреднить вертикальные и горизонтальные диаметры. Так, вопрос. Каким значением диаметра роговицы вы доверяете? Значит, топограф всегда завышает. Значит, с диаметром роговицы, а, соответственно, и с диаметром линзы ситуация такая. Значит, при подборе ортокератологических линз диаметр линзы должен составлять примерно, если мы говорим о линзах тангенциальных, это муэнсу-парагон, это 90, максимум 95% поверхности роговицы. Если мы говорим о зональных линзах, любых, это 95-97% поверхности роговицы. Ну, разумеется, ни я, ни вы, ни любой другой нормальный человек не будет высчитывать там площадь окружности и смотреть, сколько это в процентах. Значит, как это делается клинически на практике? У вас у всех однозначно есть некие стандартные наборы, пробные или лечебно-диагностические, в которых вы точно знаете заведомо, какой диаметр линзы. Рассчитываете линзу по рефракции кератометрии, надеваете линзу на пациента и смотрите отношение края линзы к лимбу. То есть вот это расстояние от края линзы до лимба должно составлять примерно 0,5 мм. И что не должно касаться лимба. Но, разумеется, смотрите, это все на 360 градусов. То есть иногда достаточно большой перепад в диаметре между вертикальным и горизонтальным меридианом, вы должны найти меньший меридиан, и в нем линза не должна касаться лимба. Это важно. Значит, меня слышно, коллеги? Хорошо, спасибо, вижу. И значит, спасибо. Поэтому, посмотрите, пожалуйста, на вот эту вот посадку линзы слева. Посадка выглядит идеальной. Все зоны четко видны. Зона опланации, возвратная зона, зона посадки, край приподнят, все хорошо. Плохо, что линза маленького диаметра. Значит, в таком случае линзу оставлять ни в коем случае нельзя. Значит, почему? Часто задаваемый вопрос о начинающих фитерах. Подобрал линзу, выглядела идеально, через два месяца она децентрировалась, ну и дальше варианты, вверх, вправо, влево. Значит, что происходит? Разумеется, зона посадки линзы, зона выравнивания, которая находится на периферии линзы, должна совпадать с периферией роговицы. Если этого не происходит, эта зона находится в пароцентре, то так или иначе, линза будет смещаться с течением времени и искать свою правильную позицию. Поэтому, даже при четко всех выраженных зонах, пожалуйста, вы должны увеличить диаметр линзы. В данном случае я бы увеличила, ну точно, где-то до 11,6, вот однозначно. Линза будет сидеть стабильнее и все время. Значит, но это не такая большая проблема, как проблема линза большого диаметра на роговицу малого диаметра. Один раз в жизни видела такого пациента. У пациента диаметр роговицы 10 мм. Это не микрокорни, это нормальный диаметр роговицы, ну такая вот анатомическая особенность. И он пришел ко мне в линзе диаметром 10,5 мм. Подобранной в другой клинике. Обратите внимание, верхний край линзы выходит за линб. То есть это такая уже а-ля корнеосклеральная линза. Так, конечно, делать ни в коем случае нельзя. Линб это святое. И ни в коем случае линза не должна касаться линба. В конкретно данной ситуации тут, конечно, его родной диаметр это 9,4-9,5. Значит, тут никогда никакой центрации не будет. И тут все закончилось лимбальной недостаточностью. Когда он ко мне уже пришел. И вот так должна выглядеть нормальный диаметр линзы. Значит, читаю вопрос на тему овальной роговицы. Рада Александровна. Если роговица выражена овальная, все равно подбираем меньше диаметра. Конечно, однозначно. линза будет децентрироваться вправо или влево. Но она ни в коем случае не должна выходить за лимб. Если вы обратите внимание на эту посадку, то здесь тоже овальная роговица. Вы видите вверху и внизу линза, мы это называем в лимб. То есть, она не касается, но уже совсем близко. А по горизонту с назальной стороны видно, что от края линзы то лимба такие с миллиметр точно. Такие тогда как с темпоральной стороны так, как положено свои полмиллиметра. Но ничего мы с этим поделать не можем. Это просто геометрия. Так, Тамара Давыдовна. А как при выборе диаметра учесть движение линзы? Значит, ортокератологические линзы, они подвижны, но они становятся не такими подвижными, как мягкие или классические корнеальные линзы с течением времени. Поэтому, в принципе, при широко открытых глазах это все в статике. Пациент моргает, широко открывает глаза, и линза статически на роговице, и мы ее видим, не надо ее сдвигать. Рада Александровна, всегда смущает латеральная децентрация, в таких случаях выражена овальная роговица. Конечно, она смущает, но она всегда будет. Это по геометрии своей формы. Мы не можем на овальную роговицу надеть круглую линзу и ожидать, что она будет сидеть четко по центру. Линзе всегда будет хотеться сместиться или вправо, или влево. Вопрос в этом перепаде и в геометрии роговицы. Вот в этих случаях мы иногда и подкручиваем маленький тор, не больше 25 микрон, иногда и меньше, для того, чтобы ее слегка стабилизировать. Но часто и это не приводит к желаемому результату. Если линза децентрируется латерально или назально, но в пределах роговицы не выходит за линзу, вы можете так и оставить. Это не проблема. У вас будет смещена немножко оптическая зона, но оптическая зона большая 6 мм, она будет совпадать с оптической осью глаза. В любом случае все будет нормально. Но если вы будете видеть, что линза выходит на линзу или не дай бог за линзу, конечно нужно отказать в подборе линз. Это не часто бывает, но бывает. Момент, обращу внимание. Да, относительно маленьких торов. Я в последнее время замечаю, у нас стали чаще заказывать линзы с торической RCD в 10-15 микрон. То есть не обязательно заказывать, если вы заказываете рецептурную торическую линзу, не обязательно придерживаться вот этого классического шага в 25 микрон. Конечно, да, так проще, потому что у вас есть уже линзы в наборе с этим шагом. но если вы вот с такой целью обеспечения центрации, вы можете также заказать и совсем небольшой тор. В общем-то, технически мы изготавливаем степень торичности по RCD до 1 микрона с шагом. Ну, давай, того микрона маловато, Алексей Васильевич, ну, спасибо. Да, для практики можно 10-15 микрон заказывать также спокойно. Так, спасибо. Есть ли такая возможность заказывать пробную линзу, а потом заказывать коммерческую? Это мы обсудим с коммерческим отделом. Все сделано. Так, переходим к подбору. Все противопоказания определили, все особенности строения роговицы выяснили. Подбираем линзы. Подбор в основном проходит при оценке флюоресциновой картины, но и нам может помочь корнеотопограмма. А вот контроль уже того, что мы подобрали с течением времени, проводится исключительно при корнеотопографии и, конечно, нам нужен флюоресцин, для оценки состояния передней поверхности глаза. Поэтому подбор это флюоресциновая картина, контроль только корнеотопограмму. Итак, корнеотопография во время подбора ортокератологических линз. Именно во время подбора, когда используется. эта процедура также еще и называется пробный сон. Что это такое? Когда это нужно делать? Когда вы оценили ситуацию, провели все методы исследования, рассчитали линзу, надели линзу на пациента и не можете определиться с посадкой. как правило это бывает когда у пациента выраженное слезотечение. Это даже не корнеальный синдром. Все у него и нормально, и нет выраженного блефораспазма, но обильное слезотечение и вы не понимаете что происходит. Флюоресцин вымывается, как вы видите на этих снимках высокий слезный мениск, слезный ручей выражен, все плавает по поверхности, ничего непонятно. Что в этих случаях мы делаем? Надеваем на пациента расчетную линзу, просим его закрыть глаза и посидеть 20-30 минут. После этого мы его опять приглашаем в кабинет. Конечно смотреть на щелевки абсолютно бесполезно, потому что как полчаса у него было слезотечение, ничего непонятно при флюоресиновой посадке, так и через полчаса будет та же история, все будет течь. Что мы делаем? Мы снимаем линзу и проводим корнеотопограмму, то есть у нас была корнеотопограмма до надевания линз и через полчаса пробного сна после их снятия. И обязательно, поскольку изменения слабо выражены, обязательно делайте дифференс, то есть дифференциальную карту из первой карты вы чтите вторую и вы видите, что через полчаса уже начинает формироваться центральная зона аппломации, возвратная зона и линза сидит абсолютно центрально. То есть этого пациента с этой линзой и можно отпустить и посмотреть его уже на следующее утро и так далее. Второй вариант, когда можно сделать пробный сон, когда это оправдано, это опять же ситуация, когда вы не понимаете или до конца не можете быть уверены, как сидит линза на поверхности роговицы. Вы всегда знаете, у каждого есть такие пациенты, которым не сидится, причем от возраста это не зависит, они не могут открыть глаза и рано или поздно у всех нас случается примерно такой диалог, Анечка, открой широко глазки, это максимум насколько открывает глазки ребенок. Ну давай я подержу верхнее веко, посмотри на меня прямо. Нет, не налево, не на маму, посмотри на меня. Не на окошко, смотрим на меня. И ребенок смотрит куда угодно, но не на вас. И вы не можете ни глаза нормально открыть, ни увидеть нормальную линзу без контакта с веками. И вроде бы как все и ничего, и вы видите все зоны, но ребенок настолько активен, что нет момента, когда вы можете быть на 100% уверены, что да, линза подходит, да, она не плоская, все центрировано, все в порядке. Тогда такого активного ребенка, опять же, попросите с этой линзой посидеть 20-30 минут с закрытыми глазами и проведите корню топограмму и посмотрите, что получится. пробный сон, он нужен далеко не всегда и он делается только для оценки разницы корнеотопографических карт до и после воздействия ортолинз. Если вы хотите устраивать пробный сон для оценки посадки линзы, конкретно флюоресциновой картины, то не надо пациента отправлять на 40 минут на час и так далее спать в коридоре. Это тоже можно сделать для оценки флюоресциновой посадки, но это делается только на очень плоских роговицах, вот как в данном клиническом примере. И линза усаживается буквально за 5-10 минут и вы видите уже полноценную зону опланации. Или при подборе на очень крутые роговицы. Тут та же картина, она меняется в флюоресциновой картины с течением времени, но это время не больше 10 минут. Не надо всех своих пациентов укладывать и ждать пробный сон. Так, с пробным сном у меня все. Разрешите вопрос такой, как от не специалиста каверный. Так, все-таки пробный сон. У вас картинка, девочка спит на подушке горизонтально. А вы говорите отправить в коридор. Нам нужно несколько кроватей в коридоре поставить. Так, Алексей сидеть с закрытыми глазами. Но вопрос справедливый. Почему? Потому что все-таки когда мы сидим вертикально, наверное, все-таки мы спим в горизонте и, наверное, гипотетически как-то линзы по-другому могут располагаться на поверхности глазного яблока. Но с другой стороны, кто же знает, как кто спит. Кто-то спит на боку, кто-то лицом в подушку, кто-то на животе, а кто-то просто лег горизонтально лицом вверх и спит. Как это проверить? Да никак. Поэтому кто проверит? Топограф. Топограф проверит. Топограф гнева. Это я просто мысль не закончила. О том, как кто спит и где были линзы во время ночи, мы узнаем на следующий день после того, как сделаем корнеонтопограмму. Ну, в общем, пожалуйста, относитесь к этому так критично и, конечно, не надо пациентов укладывать лицом вверх и пусть они там лежат и так или нет. Это не нужно. Так. Вопрос. Добрый день. Нужно ли менять другие параметры линзы, гитальную глубину, крылья при изменении диаметра линз? Так. Нужно ли крыльями доктор называет край линзы и зону выравнивания и или alignment curve и край линзы? Значит, это смотря, какой дизайн линз вы подбираете. Если мы говорим о зональных линзах или о moonlands, то не нужно. Если вы подбираете линзы парагон, то вы всегда должны пересчитывать сами. Разумеется, чем больше диаметр линзы, тем больше у вас должен быть угол, то есть там достаточно большой шаг в изменении диаметра и в 0,5 миллиметра, если вы выбираете диаметр 11, а угол у вас был 33, то возьмите угол 34. Это единственные линзы, которых нужно пересчитывать, у всех остальных не надо. Так, на тему пробного сна разобрались, то есть не устраивайте там лежбище котиков в холле. Так, поехали дальше. Это во время подбора. Значит, все. Далее мы будем оценивать посадку и воздействие линзы каждый раз во время каждого визита пациента. Этих визитов как минимум должно быть по следующему протоколу. 1 утра, 7 день, 14, 1 месяц, 3, 6, 9 и 12 месяцев замена линз. При каждом визите мы делаем корнеотопограмму. Почему это важно? Потому что действительно наши пациенты спят по-разному и иногда может быть такое, что с течением времени или неудачно потёр ночью глаз и линза децентрировалась или спал лицом в руку и линза децентрировалась чисто механически и мы должны все эти моменты отслеживать. Разумеется, если пациент носил 4 месяца линзу и она была идеально центрирована, а потом при очередном визите вы видите децентрацию, то это говорит о том, что что-то произошло вот тут вот недавно локально во время сна, но обычно пациенты предъявляют сразу жалобу и приходят к своему специалисту. В этом случае просто отмените ношение линз на 3-4 ночи и пусть он возвращается к ношению. Так. Какие могут быть результаты воздействия ортолинз? это единственное правильное это центральное воздействие смещение вверх смещение латерально вниз и центральный остров. Сейчас разберем их поподробнее. Итак, единственное правильное посадка линзы это центральное воздействие или это называется bull's eye паттерн как флористиновой посадки так и топографический или бычий глаз это официальное название. Но эти паттерны при разных конфигурациях роговицы выглядят немного по-разному сейчас мы на этом остановимся поподробнее. Итак, если у пациента круглая роговица вы надеваете осисимметричную линзу и паттерн будет классический с апланацией в центре и с ярко выраженным кольцом возвратной зоны полноценным замкнутым всегда делайте дифференс это дифференс в тангенсе который нам позволяет видеть форму роговицы это дифференс в аксиальной карте которая нам позволяет видеть преломление роговицы с этим все понятно следующий вариант также центрального воздействия бычьем глаз это вариант когда мы наторическую роговицу надеваем осисимметричную линзу при центральном астигматизме здесь топографический катпаттерн будет выглядеть несколько иначе то есть вы видите на самом деле и флюоресциновый вы видите слегка овальная центральная зона и такая же центральная зона апланации несколько овальная и кольцо уже будет не замкнутое а снизу и сверху что соответствует крутому меридиану более выражено это нормально если вы сделаете дифференс то увидите на тангенциальной карте полностью сформированное кольцо возвратной зоны и на аксиальной карте все нормально с преломлением пусть вас эта ситуация не смущает следующий вариант центрального воздействия это при выраженном любом либо лимбальном астигматизме флюоресциновый паттерн торическая линза надета тут еще более выражена овальная центральная зона апланации так и должно быть и топографическая картина такой паттерн называется это официальное название лицо клоуна то есть вы четко видите два глазика шапочку и улыбку клоуна ну как есть значит на картах сравнения вы будете видеть полноценную оптическую зону возвратную и на аксиальной карте центрально правильно сформированную зону оптическую линзу это три возможных варианта посадки линзы далее это уже все варианты децентрации так быть не должно децентрация децентрация вверх называется улыбка или смайл такая децентрация происходит в том случае когда сагитальная глубина линзы маленькая линза плоская ей не хватает сагитальной глубины чтобы укрепиться на периферии роговицы и плоские линзы подскакивают вверх еще один вариант децентрации улыбки или смайла я бы хотела показать вам на моей пациентке с асимметричной роговицы мы уже сегодня говорили об этом клиническом примере апекс смещен от центра на 2,2 миллиметра значит что в этом случае происходит линза всегда находится на апексе своим краем за верхним лимбом и посмотрите какой в этом случае формируется паттер то есть раз возвратная зона а вот это вторая возвратная зона это не что иное как деформация эпителия под краем линзы и на дифференциальной карте это тоже будет выглядеть такой двойная улыбка значит с этим вы ничего не сможете сделать поэтому тут мы отказываем вношении ортолинз децентрация боковой смайл очень неприятная ситуация как правило бывает при в двух ситуациях у пациентов когда подбирается линза на овальную роговицу как в данном конкретном случае или когда на роговицу с лимболимбальным астигматизмом подбирается оси симметричная линза значит это исключительно вариант по форме роговицы редко плоские линзы децентрируются вправо или влево обычно они децентрируются вверх или вниз тут как вы видите мы видим полноценную зону прилегания или выравнивания то есть эта линза не плоская тут скорее проблема явно в диаметре и в овальной роговице децентрация вниз называется хмурое лицо наверное такой образ это хмурые бровки да и вниз смещена зона апланации такое случается когда сагитальная глубина линзы наоборот избыточна то есть линза глубокая или крутая значит и она падает под силой тяжести под линзово водного слоя вниз и формирует оптическую зону не в центре а ниже центра центральный остров паттерн патологический очень редко встречается в своей жизни я видела раза два вот это вот из последнего который я успела задокументировать это просто ошиблись в выборе линзы центральный остров это ситуация когда подбирается катастрофически глубокая линза высокая линза тугая линза линза с очень большой сагитальной глубиной то есть в центральной части вообще нет опланации и в таком случае перераспределение эпителия происходит больше к периферии в центру как при гиперметропической при коррекции гиперметропии и мы видим центральный остров но это даже не ошибка подбора это что-то случилось во время не ту линзу выдали или как-то так сложно это сделать при контроле но центральный остров бывает двух видов он бывает истинный как мы только что рассмотрели и бывает ложный центральный остров что такое ложный центральный остров на самом деле мы его встречаем достаточно часто это изменение в центральной части роговицы в первую неделю от начала ношения линз почему это происходит первые там 3-5 дней это то время адаптации эпителия когда возможно центральная эпителиопатия это нормально по данным разных авторов это транзиторная центральная эпителиопатия встречается от 20% до 60% в случае в каждой практике по разному то есть часто значит и что получается а эпителиопатия это не что иное как конечно же отек локальных клеток эпителия в центре и мы его видим и на корнеотопограммах поэтому в первые 3 дня если вы делаете корнеотопограмму и видите четко выраженное кольцо возвратной зоны апланацию при этом явное изменение рефракции повышение остроты зрения в общем все в порядке и изменение на эпители пусть вас это не пугает это ложный центральный остров который пройдет буквально через неделю как и у моей пациентки и этого не будет поэтому пожалуйста не путайте с истиной ложный будете обидеть часто есть еще один паттерн его называют допустимая децентрация что происходит значит есть пациенты у которых роговицы не симметричны а в процессе эмбриогенеза просто роговица в склеру ставилась ну не совсем прямо а как-то или под углом или немножко скошено вправо или влево и апекс у этих роговиц он находится не по геометрическому центру роговицы а куда-то сдвинут топограмма роговицы роговицы но вы должны понимать что никогда центральных топограмм идеально центральных вы не увидите у этого пациента всегда они будут смещены на все те же один миллиметр один полтора миллиметра к темпорали и тут идеальной центрации не будет но нас спасает то что у нас большая оптическая зона и в общем-то это никак не отражается на зрении пациента и на здоровье пациента на самом деле такие роговицы встречаются достаточно часто мы просто не обращаем на это внимание потому что небольшая разница в этой децентрации вот тут тоже она децентрирована но тут незначительно буквально на полмиллиметра ну и оптическая зона слегка также смещена но центрировать это невозможно никак по форме но это допустимо проблем никаких ни со здоровьем ни с оптикой не будет поэтому еще раз хочу подчеркнуть без центрации все остальное в ортокертологии не имеет никакого значения сначала нужно линзу центрировать а потом уже заниматься рефракцией центральная посадка это единственно возможный паттерн при подборе ортокертологических линз если вы видите какой-либо иной паттерн то надо снимать линзы добиваться восстановления эпителия и подбирать линзы правильно так линзы подобрали теперь с течением времени как оценивать результат оценка формы роговицы всегда проходит при оценке тангенциальных карт не лините сделайте дифференс функция дифференс есть на каждом корнеотокографе независимо от производителей как вы видите у пациента изначально лимболимбальный стигматизм так выглядит топографический паттерн на приеме и так выглядит дифференс все центральное все по центру и главное полноценное кольцо возвратной зоны и также вы видите по сильному меридиану немного более яркий рисунок этот же пациент но оцениваем преломление на аксиальной карте мы видим полноценную оптическую зону выраженную и переходим к рефракции значит это тоже клинический пример хочу на нем акцентировать внимание это один и тот же пациент левый глаз одного и того же пациента у меня наблюдается уже 6 лет тут большая миопия высокой степени по-моему 7 или 7 с половиной диоптрий на одном глазу на правом и на втором около 5 диоптрий и плоская роговица вначале мы подобрали пациенту линзы зонального дизайна с малой оптической зоны он их носил несколько лет но у него были жалобы на светросеяние в ночное время и когда у нас появилась возможность подобрать линзы с большой птической зоной мы это сделали и у него эти жалобы прошли в чем вопрос посмотрите на рефракцию пока он носил линзы тангенциального дизайна каждый раз на приеме у нас вот такая была абракадабра с рефракцией при этом пациент всегда видел 0,9 единицу в какой бы период время суток он не приходил когда мы его перевели на МОН рефракция всегда ну около нуля там минус 0,25 минус 0,5 значит и так же острота зрения 0,9 единица Алексей почему в одном случае мы получаем какой-то ненормальный цилиндр 2,5 диоптрии а во втором все хорошо при одинаковом визусе спасибо я как раз хотел прокомментировать опять же вспоминаем в каких точках авторев измеряет кератометрию своими светодиодами вот эти значения это как раз в кольце грубо говоря 3 миллиметра это вот это наше более жирное колечко так и это колечко уже попадает на возвратную зону в случае зональной линзы и поэтому у нас и получается вот такие значения то есть мы меряем в данном случае кератометрию не в районе центра через которую собственно пациенты видят свою единицу а на периферии то есть при нормальном освещении этот пациент будет смотреть через зону 3 миллиметра и будет видеть свою единицу но как только чуть-чуть освещение у него падает зрачок у него выходит в возвратную зону и у него визус значительно падает в случае линзы с большой оптической зоны в данном случае moon lens вот мы смотрим 3 миллиметров зона замечательно попадает в оптическую зону линзы в зону воздействия и авторев показывает совершенно адекватные цифры именно те которые пациент и видит то есть которые соответствуют визусу пациента так и зависимость от условий освещения будет в таком случае конечно же значительно меньше хорошо спасибо Алексей значит при исследовании на регулярных роговицах и после воздействия ортолинз авторев на самом деле не всегда информативен и мы но мы все равно должны как-то узнать как изменилась рефракция это мы можем сделать с помощью рефракционной карты значит все тот же глаз того же пациента делаем дифференс разницу между тем что было и то что сейчас на приеме и на рефракционной карте вы увидите в центре вот тут написано минус 4,81 если не видно то есть мы уполостили роговицу на на 4,81 диоптрию ну практически на 5 диоптрии это абсолютно объективный метод оценки изменения рефракции роговицы под воздействием ортолинз завершая тему ортокератологии и корнеотопограммы хочу акцентировать ваше внимание на том что bullseye паттерн бычий глаз это единственный возможный вариант посадки линзы любая децентрация неизбежно приведет к осложнениям поэтому старайтесь подбирать линзы правильно на